Продолжение следует... Продолжение следует... Когда мы уже интегрируем дифференциальное сечение, то из тождественности трехконечных фотонов у нас единица на 3 факториал возникает. Дальше у нас есть в дельта-функции закон сохранения энергии и в нерелативистском приближении закон сохранения импульсов. Даже здесь нерелативизм ни при чем. Здесь в системе центра инерции всегда у вас так будет. То есть сумма трех импульсов фотонов, трехмерных, равна нулю. И мы с вами остановились на том, что в квадрате матричного элемента можно, пользуясь симметрией нашего потокового фактора по трем фотонам, очевидной симметрией, можно вклад, вместо того, чтобы считать три разных вклада, можно посчитать только один вклад и умножить его на три. Поэтому вместо четверки у нас здесь появляется 12. Дальше что мы с вами еще сделали? Мы из закона сохранения энергии написали, что с одной стороны омега-3 это есть две массы минус омега-1 минус омега-2. С другой стороны, ну это просто кинематический факт. С другой стороны, если из закона сохранения импульса К3 выражать, то частота третьего фотона дается вот таким корнем. На этом мы остановились. И мы в квадрате матричного элемента вот эту комбинацию 1 минус n1 n2 мы ее переписали через частоты омега-1 и омега-2. Такое выражение получилось. Правильно? Давайте я еще раз напомню, как оно получилось. У нас с вами закон сохранения четырех импульсов говорит, что 2p это есть... Ну вот если я посмотрю, у меня p плюс и p минус в нералитивизме это одно и то же, правильно? Здесь m0 и здесь m0. Вот я и то и другое назову p, да? p плюс, p и p минус это p. Здесь k1 плюс k2 плюс k3, да? k3. p плюс, а p это все равно что p плюс, все равно что p минус. И это есть m0, да? m0. Тогда k3 переношу в левую часть. Остается k1 плюс k2. В квадрат возложу это соотношение. Получается, что 4p в квадрате. p в квадрате это m в квадрате, правильно? 4m в квадрате минус 4p на k3. Это будет m на омега-3, да? 4m на омега-3 равняется... k1 в квадрате равно k2, в квадрате равно k3, в квадрате равно нулю. Они у нас все на массовой поверхности, да? 2k1 на k2. То есть 2k1 на k2 это будет омега-1 на омега-2 умножить на 1 минус n1, n2. Напоминаю, что n итое, это есть k итое вектор поделить на омега-итое, да? Ну вот отсюда 1 минус 1 минус n1, n2 мы выражаем. 1 минус n1, n2 выражаем. Это будет 2 массы. Вынесу, здесь останется масса минус омега-3. поделить на омега-1, омега-2. На двойку сократил. Омега-1, омега-2. Теперь я вспоминаю, что омега-3, то есть что такое? Это есть 2m минус омега-1 минус омега-2. Правильно? Поэтому здесь останется 2m. Одна масса сократится, будет минус m плюс омега-1 плюс омега-2. Поделить на омега-1, омега-2. Вот это соотношение, мы его с вами получили на прошлом семинаре, на этом остановились. То есть теперь нам нужно проинтегрировать все наше дифференциальное сечение, проинтегрировать. Но давайте этим и займемся. Давайте к доске кто-нибудь идите, кто хочет. Кто хочет. Уже не был? Давайте лень-то выйдите. Добровольцев нет. Поскольку мы в квадрате матричного элемента, вот пользовавшись симметрией, оставили только на dNN2, то давайте k3 исключим, проинтегрируем сразу. k3 интегрируем, то есть снимаем вот эту дельта-функцию. Давайте прежде чем проинтегрировать, еще для потока напишем выражение, как поток у нас выглядит, потоковый фактор. Ну, где-нибудь там можете наверху. У нас вначале электрон с позитроном, да? Ну, если не помните, то уж лучше вывести. Там все-таки коэффициент некий перед dN2. Нет, перед dN2. Да. Ну, давайте из исходного выражения это напишем, просто чтобы себе память не... Да, то есть будет p плюс на p минус, да? Минус m в четвертой. Ну, электроны не пишите, у нас одна масса. У нас только электроны есть, m в четвертой, да? Угу. Ну, дальше. А когда это в квадрате? Это все в квадрате, конечно, да. Да. Тогда разность квадратов расписываем. Расписываем. Ага. А теперь по плюс, по минус заменяем на s, да? У нас вариант s. s. Чему равен? s. Ну, это по плюс, плюс, по минус в квадрате, да? И это есть 2 по плюс, по минус плюс 2 массы в квадрате. Правильно? То есть вот здесь вот у нас сразу почти что сюда 2 кс образовался. Ну, и здесь s тоже выделяем. И в нашем нерелятивистском пределе мы помним, что s у нас это 4 энергии в квадрате, да? То есть примерно 4 m в квадрате. То есть там, где у нас малости не возникает, мы s можем заменить на 4 m в квадрате. А там, где s минус 4 m в квадрате в живьем возникает, там мы оставляем на это выражение. Ну, хорошо. Здесь вот s пополам выносим. Отсюда и отсюда, да? Наружу. А здесь под корнем остается что? Так. В общем, знаменатель куда вы приводите? Здесь двойка и еще раз двойка, да, будет? Двойка и еще раз двойка. 4, да. Ну, это единица квадрат массы отнимать как-то негоже. По размерности, да, делить на s, да? Вот так. s это не что иное, как 4 энергии в квадрате в системе центра инерции. Поэтому весь этот корень, это что такое? 1 минус, и это бета, правильно? Бета-фактор, ну, безразмерная у нас величина. То есть, это все равно s пополам, да, s пополам умножить на бета-фактор. То есть, бета-фактор электрона. Это величина маленькая, да, как мы знаем, потому что s у нас примерно 4m в квадрате, да? Значит, это все примерно можно написать, если заменить s на 4m в квадрате, то будет примерно, что, 2m в квадрате в бета. То есть, в нерелятивизме наш потоковый фактор, который есть всегда, s пополам умножить на бета, это примерно 2m в квадрате в бета. Написали. Отлично. Ну, давайте все подставлять сюда. Подставляем. Значит, что мы делаем? Подставляем выражение для i, там 2π все собираем, пока 3 интегрируем, и пишем, что получится. Так. Прямо пишите, интеграл d сигма равно. Интеграл d сигма равно. Давайте со множителями сначала всеми разберемся. Со степенями 2π. Они у нас где здесь? Здесь. 9, там 4, то есть 5. Ага. 2π в 5, да. Давайте сразу, чтобы не забыть, единицы на 3 факториала напишем тоже. 3 факториал. Ну, здесь еще какие-то двойки. Четверка там, да. 8, 32. Ага. 32. И у нас еще есть, да? Ага. Отлично. И пошел интеграл, да, уже? Да. Ну, интеграл, нарисуйте значок интеграл. Квадраты не пульс. Ну, давайте. 12 на 4π α в кубе поделить на массу в квадрате. Так. Ну, вы лучше так, чтобы происхождение... Ну, хорошо, ладно. М квадраты. Один из маточного элемента, другой из потока, да. Омеги, да? Они тоже у нас остались. Ну, пока отпишите ее пока, как есть, Омега-3. Потом с ней разберемся. Угу. Значит, что у нас осталось? Дельта-функция осталась. А в ней уже вместо Омега-3 можно подставить выражение. Мы уже по К3 проинтегрировали, правильно? Когда дельта-функцию сняли. То есть, чему равно К3, мы знаем. Значит, и вместо Омега-3 можем написать вот этот корень, правильно? Вот этот корень. То есть, вот эта дельта-функция, она нам дает вот это выражение через корень. Поэтому под дельта-функцию мы это и рисуем все, да? Корень, да. Угу. То есть, видно, что нетривиальными переменными интегрирования, от которых у нас зависит подинтегральное выражение, являются Омега-1, Омега-2 и косинус ТТ-1,2. 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 Так, это еще не все. Вы из квадрата маточного элемента вот этот коэффициент написали, а есть еще вот этот коэффициент, да? Вот мы его нашли с вами, да? Так? Ну, можно так его написать. Проверяйте, из коэффициентов всяких много, мы должны за циферками следить, чтобы правильный ответ получить. Так, это что вы написали сейчас? ТТ-1,1. Нет, давайте отдельно. Напишите этот множитель туда, чтобы не запутаться. У нас это все в квадрате. Он у нас весь в квадрате. У нас вот эта величина будет в квадрате стоять. Омега-1 плюс омега-2 минус масса поделить на омега-1 омега-2, да? И все в квадрате. Отлично. Вот теперь глядите. У нас есть К1 вектор трехмерный и К2 вектор трехмерный. Вот подинтегральное выражение, оно зависит от чего? От омега-1, от омега-2, от омега-1 омега-2 и косинус тета-1,2. Правильно? Поэтому по всем остальным углам мы, в принципе, можем это проинтегрировать. Верно? То есть заменить... При интегрировании D3 К1 мы на что можем заменить? То есть К1 может пробегать... Смотрите, он пробегает всю сферу по модулю. И модуль меняется от нуля до бесконечности. Омега-1 меняется от нуля до бесконечности. От омега-1 у нас интегран зависит. Поэтому дифференциал по омега-1 оставляем, а по сфере можем проинтегрировать. То есть заменим на 4П. По размерности. Омега-1 в квадрате. Да, правильно. А D3 К2 по чему мы можем проинтегрировать? Вот К1, да, правильно. Вот К1 у нас произвольно куда угодно может торчать, да? А К2 уже... У него косинус θ1-2 зафиксирован, потому что от него подинтегральное выражение зависит. А по φ действительно можем проинтегрировать, верно? Сразу. Потому что подинтегральное выражение от этого угла φ не зависит. То есть останется D косинус θ1-2, D омега-2 и омега-2 в квадрате. Да, совершенно верно. Все. Давайте перепишем. Равно. Коэффициенты все соберем аккуратненько. Вот это тоже сюда подставим. Вот это вот сюда, да? Что? D3 К2. D3 К2. В смысле? D косинус θ1-2, мы же минус. D косинус... D минус косинус θ1 здесь стоит. Здесь всегда там D минус косинус θ1, так что мера положительная была. Синус θ1-2, это D минус косинус θ1. Но можете этот минус здесь писать, но можете не писать. Ваше дело. Так. Ну да, давайте аккуратно все коэффициенты сократим. С двумя π-ми разберемся. Вот глядите. Вот здесь вот стоит 4π, да? Можно написать как 2π и на 8, правильно? Правильно? Согласны? А еще у нас есть здесь 2π три раза, здесь 2π пять раз, и здесь еще есть 2π, 2π и двойка. То есть так напишут 2π умножить на двойку. 2 умножить на 2π, да? Давайте с двумя π разберемся. То есть они все сократятся, да, сократятся. То есть останется α в кубе, да. α в кубе. С размерностью давайте разберемся. Массы. Так, здесь 4 и там в квадрате. Здесь 4 и там в квадрате. То есть будет m в квадрате, да? m в квадрате. β у нас ни с чем не собирается, да? Отлично. Теперь к числовым коэффициентам. Есть вот эта двойка, есть все вот эти коэффициенты и вот эта четверка. Да. Здесь шестерка сокращается. Шестерка сокращается, остается двойка. Двойка плюс вот эта двойка, это даст 32, то есть сократится. Погодите, здесь... Вот эта двойка. Двойка умножается на восьмерку. Да, потом вот эта двойка. Да, даст 32 сократится, правильно? А, остается вот эта двойка и вот эта четверка. То есть мне легко остается двойка. Двойка, да? Откуда еще четверка? Давайте еще раз проследим. Вот одна дву... Значит, вот эта четверка откуда? Из квадрата маточного элемента, правильно? Я не показываю. Здесь еще четверка была, да, у нас? Из квадрата маточного элемента. Хорошо, все остальное пишем. Но здесь частично сокращаются ломеги, да? Частично... Какие ломеги? А, ну вот здесь что, ломега-1, ломега-2 и сега-2 в квадрате. Вот эти сократят. Ага. Ага. Что еще осталось? Вот эти квадраты омега сократили, а еще у вас из фазового объема, да, остались? Омега-3 это вот такой корень, да, мы его для краткости просто не пишем. Правильно? Коэффициенты правильно все собрали? Нигде не ошиблись? Окей. Ну, почему теперь интегрировать будем? Ну, обязательно, в смысле, по омега-1. Ну, можно, конечно, по омега-1 проинтегрировать, а можно по углу проинтегрировать, да. Просто омега-1 и омега-2, они как бы симметрично остаются, да, желательно симметрию как-то с собой таскать до конца. Ну, это не обязательно, но желательно, иногда проще. Вот по косинусу тету давайте проинтегрируем. Равно. 2 альфа в кубе на m квадрат бета. Угу. А здесь возникнет модуль производной вот этой функции. Угу. А он... Пол косинусу тета, да, модуль? А он даст еще один этот. Ну, он поднимет степень. Это такой, наверное, вверху. То есть нам нужно... Вот это у нас омега-3, правильно? Омега-3. То есть нам нужно написать, чему равно d омега-3 по d косинус тета 1, 2. Ну, вот отдельно где-то. Напишите. Производная как раз, да? Что такое будет? Так. 2 омега-1, омега-2. Угу. Делить на... 2. Вторая омега-3. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Ну, подставляем сюда. Это у нас где будет величина находиться? Когда мы... Знаменатель. Знаменатель, да? Когда мы дельта-функцию проинтегрируем. То есть у нас дельта-функция... Давайте аккуратно перепишем. Дельта-функция это что такое? Это есть дельта-функция от косинус тета 1, 2 минус косинус тета 1, 2 со звездочкой. Я обозначу, да? Косинус тета 1, 2 со звездочкой. Это 0 выражение в скобках, да? Поделить на модуль производный. Модуль d омега-3 по d косинус тета 1, 2. Значит, мы эту дельта-функцию тогда интегрируем по d косинусу тета 1, 2, правильно? И остается один вот этот модуль. Пишите его сюда аккуратно. Ну, двойки там, наверное, сокращаются, да? Омега-1, омега-2. Так, ну, у нас это уже без минуса, это дефект интегрирует. Угу. Что оно здесь? Прощается как-нибудь? Омега-3 сокращается. Вот этот противный корень сокращается, да? И остается омега-1, омега-2 все в квадрате, да? Ну, давайте они перепишут, а мы все сотрем лишнее. И напишем окончательное выражение. Омега-3 тоже стирайте. Вот. Не совсем еще все, потому что при интегрировании по косинусу тета 1, 2 мы должны с вами убедиться в том, в чем. Что у вас, вообще говоря, есть ноль выражения в круглых скобках, правильно? То есть, если вы возьмете произвольные омега-1, омега-2, у вас может так статься, что решения не будет. Правильно? То есть, если омега-1, омега-2 произвольные, ну, например, какие? Например, если они очень маленькие, если омега-1, омега-2 стремится к нулю, да, достаточно малы, да, то очевидно, что у вас решение вот этого уравнения, где выражение в скобках зануляется, его нет. Правильно? То есть, у нас мы должны написать здесь, давайте как-нибудь обозначим это буквой хи, хи от омега, да, такой индикатор, то, что называется, индикатор. То есть, это есть что такое? Это есть единичка в той области, где решение существует, это уравнение, и ноль в той области, где решение не существует. Очевидно, что есть такая область омега-1, омега-2, где решение не существует. Правильно? Когда, например, частоты очень малы, вы не сможете отсюда получить косинус тета-1,2 по модулю меньше единицы. Правильно? Вот нам нужно эту область с вами определить. Определить. Как мы ее с вами определим? Ну, вот глядите. Вот при изменении косинуса тета-1,2, он в каких пределах меняется? От минус единицы до единицы, да? При изменении косинуса тета-1,2 от минус единицы до единицы. Вот эта функция, которая стоит в круглых скобках, она какая? Про нее можно сказать, что она там монотонная или какая-нибудь возрастающая, убывающая или то и другое? Ну, она монотонная, правильно? Ну, потому что косинус, он у вас в пределах от нуля до π, это функция убывающая, верно? Функция убывающая, и эта функция тоже будет убывающая. Тогда, чему равно значение вот этой функции в круглых скобках в максимуме и в минимуме? Вот если, смотрите, если картинка будет такая, что в максимуме это равно чему-то здесь, а в минимуме чему-то здесь, то у нас никаких корней не будет, да? А если картинка будет такая, что максимум у вас здесь, а минимум у вас здесь, то вы сможете найти какой-то корень, косинус тета-1,2 со звездочкой, сможете его найти. Вот сейчас мы напишем условия того, что этот корень есть. Условия того, что вот этот корень существует, и это определит нам вот эту область, по которой мы должны в дальнейшем интегрировать по омега-1 и омега-2. Давайте найдем вот этот максимум, вот этот минимум. Как они выглядят? Понятно, да, что мы делаем? То есть мы сейчас находим область интегрирования по омега-1 и омега-2, потому что не при всех омега-1 и омега-2 у вас зануляются выражения под дельта функции. Мы ищем те омега-1 и омега-2, при которых происходит зануление. Вот это у нас омега-максимальная, да? Да, это при косинусе тета равном минус 1, и это что? Это максимум или меню? Ну, вот эта точка или вот эта точка, да? Вот эта точка. Ага, окей. Это минимум, правильно? То есть это вот эта точка. Теперь условие разрешимости нашего уравнения на кучинус тета 1, 2. Оно как будет выглядеть? То есть при каких омега-1 и омега-2 у вас уравнение разрешимо? Вот вы знаете, чему равен этот максимум, и чему равен этот минимум? Ага? Когда у нас это выражение в этих видео, чтобы были положительные, то есть те, чтобы были положительные. Ну, смелее скажите. Смелее положительные. Это должно быть больше нуля, да? Максимум должен сидеть здесь, да? А вот это должно быть меньше нуля. Менюм должен сидеть здесь. Тогда у вас будет, исходя из монотонности функции по косинусу тета 1, 2, у вас будет единственное решение, правильно? В противном случае, если это больше нуля и это больше нуля, то у вас вот такая картинка, и вы нигде не занулитесь, да? Ну и аналогично здесь то же самое. Правильно? То есть у нас возникают вот такие неравенства. И видно, что это и будет определением нашей области интегрирования по омегу, то есть по омегу 1, омега 2. Если омега 1, омега 2 удовлетворяют этим условиям, то вы сможете проинтегрировать косинус, да? Проинтегрировать дельта функцию по косинусу тета 1, 2 и найти ваше решение. Иначе у вас будет интеграл по косинусу тета 1, 2, просто 0 даст. Ну находим, что это за условия. Отсюда что находим? Ну, мы же по какой-то одной переменной будем интегрировать. Ну почему мы по обеим будем интегрировать? Омега 1 плюс омега 2, ну да. То есть видно, что омега 1 и омега 2 должны быть в сумме больше, чем... Не, ну они же могут, в принципе, в ноле рвнуться. Ну, то есть какой-то вот такой график, если минимум, например, у нас прям в нуле будет лежать. Ну, это то, что равно, может тоже включить. Можете включить, пожалуйста. Можете здесь, здесь включить. Просто это множество мер и нуль в интеграле, поэтому оно нам не влияет на определение вот этой области. И мы из первого неравенца смотрим, что у нас получается. Ну вот надо рассмотреть два случая. Скажем, омега 1 больше омега 2 и омега 1 меньше омега 2. Если омега 1 больше омега 2, то вот это неравенство куда переходит? Вопрос какой-то, Рома? А то там же 1 масса должна быть. Здесь 1 масса, кстати. Да, молодец. Вот здесь вот, вы же на двойку сократили. А то у вас получается, что суммарная масса 2 фотонов, она уже равна энергии всей системы. Как-то на третьей ничего не осталось. Молодец, спасибо. То есть здесь одна масса, да? Ага, отлично. Давайте нарисуем на картинке, как эта область выглядит. Здесь у нас омега 1, здесь омега 2. То есть у нас всегда должно быть выполнено вот это неравенство, да? И в зависимости от того, какой омега 1 и какой омега 2, вот эти неравенства, да? Вот это неравенство, он какую область определяет? Что сумма омега 1 плюс омега 2 больше, чем масса. Что это за область? Школьная геометрия. Вот это неравенство определяет область, правильно, целую? Что это за область? Так, сейчас, если омега 2 равна флю, тогда омега 1 должно быть... В равном массе, да, и наоборот. Есть такая прямая, и это неравенство вам какую область определяет? Ой, может посмелее нарисовать. Вот эту. Вот эту, ну заштрихнуть ее какую-нибудь. Да. Окей. Вот эти неравенства. Вот есть такое, омега 1 меньше массы. Это... Это бисектриса, омега 1 равно омега 2, да? Вот такой квадрат у нас с вами получился. Такой квадрат, да? Криво бисектрисы прыгали, да? Теперь омега 1 меньше массы. Это что за область? Так, омега 1 меньше массы. Это вся вот эта левая область, да? Но когда омега 1 меньше массы, омега 1 больше омега 2. Не, 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 аккуратно. Омега 1 меньше... Омега 1 больше омега 2 где? Здесь или... Ну здесь вот, да. То есть вот так вот дважды заштриховано. Это у нас вот эта область, да? А, соответственно, вот эта область какая будет? Вот эта. Ну тоже так же заштрихуйте. О, отлично. То есть мы с вами получили, смотрите, что. Что область нашего интегрирования по омега 1, омега 2 ограничена вот таким вот треугольником. Таким треугольником. Правильно? Ну то же самое можно было, кстати говоря, сразу вот отсюда написать. У вас, смотрите, K1 плюс K2 плюс K3 это что такое? K1 плюс K2 плюс K3. В сумме это 0, да? Значит, они у вас образуют треугольник, эти векторы. Если вы их сумму напишите, то будет треугольник, да? Про треугольник вы что знаете про стороны треугольника? Да. А, вот есть третья сторона, она точно меньше либо равна омега 1 плюс омега 2. А больше либо равна чему? Ну-ка, в школьной геометрии. Модуля разницы. Молодец, я раздаю. То есть будет модуль омега 1 минус омега 2. Вот так. А омега 3 у нас это есть не что иное, как 2M минус омега 1 минус омега 2. Правильно? Так. Ну вот мы сразу те неравенства и получили. Смотрите. Вот это неравенство верхнее. Оно вот оно написано, да? А нижние два неравенства, оно из левого неравенства берется. То есть это просто то, что мы область нашли не более, чем неравенство треугольника обычно. Из школы. Давайте интегрировать. Давайте прежде чем интегрировать, вот что сделаем. Обезразмерим наш интеграл, чтобы эти массы не таскать. Вот, скажем, омега 1 на массу обозначим x, омега 2 на массу обозначим y. Тогда наш интеграл будет... Давайте перепишем его в... Заодно проверим, размерность у нас правильная с вами или нет. Какая размерность у сечения должна быть массовая? 1 на m в квадрате. 1 на m в квадрате, да? Да. Получается у нас так? Потом измеры квадрат массы получатся. Угу. Так, и отсюда четвертая степень массы. Да, четвертая степень массы. Дальше интеграл по треугольнику, dx, dy, ну, как-нибудь обозначить, там, что у вас треугольник, вот этот, да? Угу. Отчего? x плюс y минус 1 поделить на x, y, и все в квадрате. То тоже в квадрате, да? Угу. Видимо, что правильная у нас размерность. Вроде не ошиблись нигде, да? Все, давайте этот интеграл считать. Можем его отдельно посчитать где-нибудь. Давайте здесь вот его посчитаем. То есть у нас возник интеграл по вот этому треугольнику, да? По треугольнику dx, dy, вот, что там, x плюс y минус 1 поделить на x, y, все в квадрате, да? Так. Давайте его посчитаем быстренько. Как проще всего посчитать? Ну, вот, подчлена поделите и в квадрат возведите. Просто квадрат раскройте. Чему район. Это у вас D-Sigma, да? Да. В переменных x и y у нас область интегрирования какая? От нуля до единички, да? Здесь вот единичка, здесь единичка. Вот наша область. Наша область такая, да? Так. Нет, там слагаемых побольше будет. Это что такое вообще вот это вот? Напишите сначала, подчленные вы поделили. Ага, хорошо. А это, ну это, так, тогда тут я это удвоенное произведение просто. x квадратное и x квадратное и x. Так, здесь двойка, окей. Здесь минус двойка, минус двойка, да. Хорошо. Теперь давайте напишем интеграл, как у нас идет. По dx у нас он, dx меняется в каких пределах? x меняется в каких пределах? Когда я в этой области? Ну, от нуля до единицы. От нуля до единицы. Значит, пишем интеграл от нуля до единицы. При фиксированном x, y меняется в каких пределах? Вот x зафиксировал, а по y бегаю теперь. Так, это внизу будет 1 минус x. 1 минус x на нижнем пределе. Одноверство в единице. dy. dy. Ну и собираем разные функции по y. Какие у нас здесь функции есть по y? Квадратное, единица. Есть единица на y квадрате здесь. Значит, где еще есть? Здесь есть. И вот здесь вот. Да, есть такая функция по y. Еще какая есть по y? Есть вот такая по единице на y, да? Минус x минус единица на x квадрате. Есть, которая от y вообще не зависит, да? Все это в какой-нибудь скупке. Хорошо. Вычисляем интеграл по y. Всем все понятно, что мы делаем. Вопросов никаких нету. Считайте самостоятельно. Кто первый посчитает, поднимите руку и посмотрим. У вас интеграл положительный по y? А, положительный, правильно, да, все посчитали. Минус единица на верхнем пределе. Ага, правильно, все, извините. Здесь будет логарифм, да? Только будет минус. Ну, смотря, как логарифм напишите. Да, минус логарифм, это минус, да? Минус логарифм 1 минус x с двойкой на свою скобку. Ну, скобку к общему знаменателю приведите, чтобы чуть-чуть здесь уж. x квадрате. Ага. x минус 1. Ну, и этот тоже интеграл можно посчитать. 1 делить на x, да? Потому что длина промежутка интегрирования – это x. Ну, вот это можно упростить немножко. В кубку закройте, куровно. Вот это что такое у вас? Полный, там, да, у полного квадрата. Ну, пишите, что получится. Ну, внизу пока напишите, потом ответ будете писать. Полный квадрат уже сами сказали. Сразу и пишите его. x минус 1. Все? Ага. Ага. А эта скобка что такое? Ага. Это будет x на 1 минус x. Ага. И все вместе это что вам даст? Вместе x минус 1. Ага. Только с знакомым. Ну, так и пишите 1 минус x. Делить на x еще. Делить на x. Хорошо. Вот у вас есть 1 на x здесь и 1 на x здесь. Их можно собрать вместе. Не, не, не. Так не надо собирать. Здесь же много разных можете ли будет. Все пишем, что под интегралом получится. Так. 1 минус x на x. Ага. То есть еще такое плюс 1 на x. Да, такое тоже есть. Так. Ничего не правило. Вот это откуда у вас делось? А, это отдельный. Думал, сколько. Плюс 1 на x. А здесь почему знак плюс у вас? А, поменяли здесь знак. Да? Ну ладно, хорошо. Поменяли, поменяли. Ну, наверное, еще можно упростить, да? Было. То есть это будет 2 делить на x минус 1. 2 делить на x минус 1. Да. Вот так. Правильно? Давайте вот этот интеграл на 2 тоже разобьем. Ну, перепишите. Не страшно. Так, чтобы тут влезло. Минус 1. Да, есть вот такой интеграл с x квадратом. Есть со знаком минус интеграл. Минус со знаком минус. Да. Скобочки какие-нибудь расставьте. Правильно? А потом еще один логарифт. Просто вот эти скобки раскрыл. Здесь единица на x квадрате появилась, а здесь минус логарифм 1 минус x на x. Только там, там же было x минус 1 на x плюс единица на x. Где было? Ну, единица на x стоит. Последняя? Он его собрал с вот этим единицей на x. Он единица на x, минус 1 отсюда, и вот еще один единица на x. Все правильно? Окей. Как дальше будем считать? Видно, что если их по отдельности считать, то они, вообще говоря, расходящиеся интегралы здесь стоят. Потому что отдельно, скажем, вот этот кусок, он на нижнем пределе расходится. Но вместе, если вы предел всего выражения возьмете при x, стремящемся к нулю, очевидно, что этой расходимости не будет. Очевидно? Вот, глядите, при малых x вот эта штука как себя ведет? Где? В числителе, в знаменателе? А, как 1 на x. 2 раз или x. Со знаком минус еще, да? И они вот эту сингулярность сократят, да? То есть второй член сократит эту сингулярность. А это не сингулярно при x, стремящемся к нулю. Таким образом можно сделать? Если все-таки сильно хочется по отдельности считать. По отдельности можно, как сделать? Можно написать сюда, еще, вот сантру. Можно написать предел при ε, стремящемся к нулю. Этот предел, очевидно, существует, потому что расходимости никаких нет. На нижнем пределе я могу написать ε. Ну и я здесь, помятую о том, что здесь, скорее всего, по частям буду дифференцировать. У меня логарифм вот этот спустится вниз. 1 минус x. Но в единице расходимости нет. Правильно? В единице интегрируемая особенность у вас. Это интегральное выражение. Логарифм просто, да? Я и на верхнем пределе тоже этот ε напишу. 1 минус ε. А потом ε к нулю устремлю. По dx. Что у меня там стоит? 2 делить на x. Минус 1, да? Дальше. Минус. Минус 2 логарифм. 1 минус x делить на x. И плюс. 2. Логарифм. 1 минус x делить на x квадрате. Ну, а теперь можно уже их по отдельности считать, все эти интегралы. А в конце пределы ε к нулю устроим и посчитаем, чему он равен. Так, я переписал правильно, да? 2 делить на x. Минус 1 плюс 2 на... Минус 2. Минус 2 на... Ну, плюс 2, да, правильно. Видно, что на верхнем пределе можно было ε сразу положить. Минус 1 минус ε. 1 минус 2 ε. Вот это 2 ε сразу можно выкидывать, правильно? Вот у вас уже предел здесь стоит, поэтому эти пределы равны. И здесь тоже у вас расходимости нет никакой. Правильно? Можно вот этот ε тоже убрать, в принципе. Ну, можете оставить. Вот эта штука. Значит, вот эта штука, этот интеграл... Нет, вы его по частям не посчитаете. Это... Потому что по частям он у вас перейдет в такое же выражение замены x на 1 минус x. Вот его давайте отдельно напишем. Интеграл от 0 до 1 логарифм 1 минус x делить на x. Чему он равен. Логарифм разложите в ряд. Евгений, чему он равен? Минус 1. Не знаете? А, просто будет минус 1 в степени 1. Да, n откуда? От 1 до бесконечности. Под x, да, интеграл. Чему этот интеграл равен? Так, x, n, а... Так, он будет равен. А минус-то откуда у вас взялся? А, вот с этим всем соходится. У вас стоит минус 1 в степени n, она с минус 1 тоже вот этой ушла, да, и общий знак плюс. Величина-то положительная, да, у вас здесь стоит? Ну, это будет... Минус уберите. Угу. Так, ну, здесь будет x. Какой x? Вы интеграл берите сразу по x. Интеграл, если по x взять, что останется? Единица. Делить на что? Н квадрат. Делить на n квадрат, да. Ну, такая штука, да. Это z-функция 2, да? z-функция 2. Где z-функция от s у вас... Ну, здесь вот просто s стоит, да? s. И это некое число, которое можно посчитать, в принципе, в курсе-то в КП. Может, вы его даже и считали, такой ряд, даже, скорее всего, считали. Кто-то знает, чем он равен? Пи в квадрате или 4. Да, вот четные z-функции можно через π выражать. Пи квадрат на 6 он равен. Пи квадрат на 6. Пи квадрат на 6 этот интеграл равен. Окей. Давайте... Какой у нас там еще интеграл остался? Вот такой интеграл. Ну, давайте его здесь же напишем. Или можете писать... Где мы писали, подставляйте сразу сюда. То есть мы вот это вычислили, да? Этот интеграл мы вычислили. Ну, точнее, не вычислили, а ответ написали. С двойку не забываем. То есть будет там... С каким знаком? Со знаком плюс. Ага. А вот с вот этим что сделать можно? Вот вы предлагали тут... По частям, да. Его по частям можно интегрировать. Давайте интегрируйте. Так, ну это будет плюс 2 логариф 1 минус x на x только тогда со знаком минус, да? Ага. В пределах от ε до 1 минус ε. Вот видно, что верхняя регуляризация нам здесь тоже понадобилась, да? Это внеинтегральный член, и при интегрировании по частям у вас будет плюс стал, да? Интеграл уже будет 2, 1 минус x плюс x. Аккуратненько. Вот у вас знак плюс от вот этого знака минус, да, взялся. И вы еще производную от логарифма берете. То есть знак минус все-таки будет, да. В пределах от ε до 1 минус ε. Угу. Да, хорошо. Подставляем все. Равняется предел. Правильно все сделали? Знаки правильно? А то наврем, ответ неправильно получим. Будет очень обидно. Здесь еще раз. Вот этот 1 минус ε под логарифм можно выкинуть, правильно? Вот этот. Ну, логарифм отношений, это есть разность логарифмов. И логарифм 1 минус ε при малых ε ведет себя как минус ε, правильно? При ε к нулю можно его выкинуть. То есть останется просто минус 2 логарифма ε. Минус 2 логарифма ε, да? А первое с логарифмом. Ну, какие-нибудь скобочки, что ли, ставьте. Минус 1 плюс π квадрат на 3, да, осталось. Теперь здесь пределы подставляем тоже на верхнем и на нижнем пределе. Так. На верхнем. А, а, x логарифм ε. Угу. С двойкой, да? То есть это минус 2 логарифм ε. Ну, а внизу можно? Внизу можно ε не писать, правильно? Потому что в пределе ε к нулю она уйдет. В зависимости от а на нижнем пределе. Ну, там будет логарифм. Один логарифм единицы. Ну, вы напишите, что будет. Почему минус? Минус логарифм ε. Не, не, не. На нижнем пределе же один минус ε будет. Поделить на ε, да. Пределы от этого, кстати, существуют, да? Мы его можем посчитать. Окей. А здесь вот разность, да? То есть на дроби, если мы разложим, это что такое будет? Единица на x плюс 1 минус x. Да, совершенно верно. Ну и каждый проинтегрируем. Это написали для единицы на x 1 минус x разложения, да? Не для всего подинтегрального выражения, а для вот этого. Так, то есть у вас минус 2 общий множитель еще. За знаками и за коэффициентами следите. А, минус 2 будет логарифм, наверное, вытянется. Минус логарифм ε. Это вот даст вот эта часть. Там будет логарифм 1 минус x. Только он будет со знаком минус за этого минус, да? Поэтому там будет на верхнем пределе плюс логарифм. Ну здрасте. Что, они у вас занулились что ли? Если у вас, кстати, забомните на будущее. Вот у вас есть функции, которые вы от 0 до 1 интегрируете, да? Это все равно, что тот же самый интеграл от f от 1 минус x. Правильно? Не важно же, в какой последовательности интегрировать по x. Слева направо или справа налево. То есть удвоилось, да? То есть этот вклад удвоился. Ну вот теперь внимательно смотрим на сингулярности наши. Наши сингулярности представлены логарифмом ε. Они возникли и от верхнего, и от нижнего предела. Что мы видим? Это все сокращается, да. Что очень приятно. А вот это все к чему стремится? При ε к нулю. Тут предел чему равен? А, минус двойки, да, минус двойки. Минус двойки. Все, отлично, давайте запишем ответ. Вот у нас как раз вот это выражение для dσ здесь, да? Все массы у нас лишние сократились. m квадрат бета по размерности, да? И наш интеграл здесь прямо стоит. Вот мы его посчитали. Чему он равен? Скубочка там открылась. Пи квадратный. Минус три. В общем, знаменатель давайте еще приведем. Да, равно напишите. Равно. Возник вот этот самый пи квадрат минус девять. Помните, я вам про него говорил на лекции? Еще дополнительный случайный фактор такой подавления. Потому что пи квадрат минус девять – это небольшое число. Натрий. Вот. Отлично. Замечательно. Ну, давайте тогда уж вы и закончите. Что мы сейчас сделали с вами? Мы сейчас с вами посчитали неполяризованное сечение. Неполяризованное сечение. E плюс, E минус в три гамма кванта в нерелитивистском пределе. По вот этому вычислению, вопросы какие-нибудь есть, все понятно здесь. Все, чтобы все было четко и понятно, да? То есть у нас вот есть неполяризованное сечение. Неполяризованное сечение. А наша конечная цель – это вычисление ширины распада ортопозитрония. А как эта ширина связана с этим неполяризованным сечением? Каким образом? Вот. То есть, чтобы получить ширину, мы должны, как это? Из размерностных соображений сечение умножить на поток. Правильно? Только сечение должно отвечать спину единицы. Как из неполяризованного сечения получить сечение со спином единицы? Помните, я вам рассказывал, что вот у вас есть вероятность, какая-то вероятность распада в единицу времени, да? Для E плюс, E минус системы. Это есть три четверти вероятности со спином единица плюс одна четверть вероятность со спином ноль. Правильно? А с другой стороны, это есть вероятность распасться на два гамма-кванта, на три гамма-кванта, на четыре гамма-кванта, на пять гамма-квантов и так далее. Правильно? На пять гамма-квантов. Но в этом равенстве вы по отдельности можете сказать, что со спином единицы вы можете распасться, если у вас орбитальный момент L равен нулю, да, вот этой системы. У нас не релятивизм, напоминаю. То со спином единицы вы распадаетесь в какое число гамма-квантов? Три. Нечетное. Вы можете и в пять тоже распасться, да? Но они подавлены. Да, но они подавлены. А со спином ноль вы можете провести реакцию в четное число гамма-квантов. Верно? Но четыре гамма-кванта подавлены относительно двух. Отсюда вероятность для гамма со спином единицы, это есть четыре третьих, приблизительно, пренебрегая вот этими членами, это есть четыре третьих вероятности в единицу времени распасться в три гамма-кванта, да? А вот эти вероятности мы как раз с вами посчитали. Они нам и даются этим сечением. То есть у нас будет сечение, которое представляет собой четыре третьих неполяризованного, да? Пишите. Как нужно так писать? Четыре третьих? Четыре третьих, да. Ну вот этого, да. Мы его с вами вычислили только что, да? Умножь на поток. Поток как выглядит? Как обычно, ну опять же, из размерных соображений можно запоминать. Это относительная скорость на плотность, да? Плотность это есть, да, молодец. Пси в нуле по модулю в квадрате. Относительная скорость? Два. Два бета. Один сюда к скорости бета, другой сюда, да. Подставляем все. Вот это мы только что с вами посчитали. И пси в нуле по модулю в квадрате. Тоже его уже десять раз считали. Ой-ой-ой, альфа-взнаменатель это. Это же маленькая величина, но только восьмерка не там. Ну вот еще раз напишите, это что такое? Это единица на пи Аборовская в кубе, правильно? А Аборовская это что такое? Энергия на альфа. Через массу и альфа это что такое будет? Аборовская аж квадрат на м е квадрат, да, в квантовой механике. То есть это единица на м альфа, но там масса была, приведенная масса. Поэтому здесь вместо единицы будет двойка, да. Аборовская это единица на м альфа, правильно? То есть что здесь возникнет? Так, восемь. Почему восемь в числителе-то? А. Так, восемь. И пи. Пи еще, да, вот это пи. Ага. Во. Отлично. Все сокращаем лишнее. Видим, что во-первых беты ушли, что приятно. Угу. Так. Спасибо. И третий. Так, шестой. Ага. Ага. По размерности, ширина, это что такое? Не знаю, почему все массы ушли. Ничего они не ушли. Там м квадрат с м кубом не сокращается. Смотрите, я писал. Угу. Ага. Вот такое выражение получили, да. Ну, тройка с тройкой девятку даст, да. Да. Вот такое выражение получили. Мы его на лекциях выписывали с вами, правильно? А сейчас мы его прямо аккуратно посчитали из нейрелятивистского сечения E плюс и минус 3 гамма. Если посчитать время жизни, время жизни с шириной как связано? Обратная величина, да? Аж на ногам. Вот это примерно 143 наносекунды получится. То есть, довольно небольшое время жизни. Небольшое время жизни. Хорошо, спасибо, Леонид. Вот такой вот замечательный ответ у нас. Видно, что эта ширина, она гораздо меньше, чем ширина распада парапозитрония. Вопросы есть по этой задаче? Давайте дальше двигаться. Дальше решим такую совсем простую задачу, которую я назову теоремой Ландал. Да. Смотрите, как сечение тоже интерпретируемое, что такое сечение, ну то, что фотоны, которые маленькая энергия, мы перегистрировали в своем детекторе? Ну, здесь у вас, нет, ну, конечно, это все как обычно, но это все рад поправки, да? Это все будет рад поправки. Но здесь у вас энергия фотонов, это порядка массы электрона. У нас просто всегда есть один фотон, который обряд для энергии. Ну, да, да. Ну, а то есть, на кольтое, сколько угодно, мягче, и потом есть. Нет, вот почему-то заряд поправки не важны. Ну, они важны, они важны, но у вас, видите, какая степень альфа здесь стоит? Все ваши рад поправки, они будут, ну, вы можете написать двойной сутаковский логарифм, да, там, который у вас из излучения в начальном состоянии берется. Но это все дополнительные степени альфа. Почему не важны? Важны, но здесь само выражение уже альфа в шестой. То есть, это величина маленькая. И этот поправки к нему, они еще меньше. В этом смысле, это не, понимаете, у вас есть конечные фотоны. Вот вы сейчас говорите про этот очень мягкий, но это конечный фотон. Это конечный фотон. И излучение с начальных электронов или позитрона. Вот излучение с начальных электронов позитрона, его можно в мягкофотонном приближении написать к нему поправки, да. А конечный фотон, ну, не регистрируйте и не регистрируйте. Он у вас расходимость не создает инфракрасную. Из-за него и нет инфракрасной расходимости. Хоть он, допустим, очень мягкий. Вы берете какой-то край кинематической области, где у вас в два фотона основная энергия позитрония ушла, а один очень мягкий остался, да. Ну, пожалуйста, он будет очень мягкий, но он никаких расходимости вам и проблем не создаст. Мы с вами говорили, что причина, по которой ортопозитроний не распадается на два фотона, это что за причина? С-четность, да. То есть по С-четности у нас этот переход нарушен, но на самом деле есть еще более фундаментальная причина, фактически связанная со статистикой базе. Это гораздо более сильный запрет, чем любая С-четность или П-четность, правильно? Потому что вы знаете, что в слабых взаимодействиях, например, там эти четности нарушаются, но статистика базе у вас всегда имеет место. То есть всегда у вас частицы с целым спином имеют симметричную волновую функцию по своим переменным, а частицы с полуцелым антисимметричны. Это более фундаментальное утверждение, чем сохранение С-четности. Вот распад ортопозитрония на два фотона запрещен по более общему утверждению, а именно по теореме Ландау, который говорит, что два фотона не могут находиться в состоянии с полным моментом единицы. Два фотона не могут находиться в состоянии с полным моментом единицы. Поэтому если у вас из какой-то частицы с полным моментом единицы могут рождаться фотоны, то вы точно знаете, что двух фотонов там быть не может. Это сразу дает вам некие правила отбора в ваших экспериментах. То есть два фотона не могут находиться в состоянии с полным моментом единицы. Ну давайте попробуем это утверждение доказать. Просто совсем простое рассуждение такое проведем. Вот смотрите, что такое, допустим, противное. То есть пусть могут находиться. Тогда как мы можем построить нашу волновую функцию конечного состояния, она отвечает полному моменту единицы. Значит, по своим трансформационным свойствам это что такое? Это вектор. Вот у нас есть один фотон, есть другой фотон. Мы всегда можем перейти, если эти фотоны не параллельны, правда, мы всегда можем перейти в систему центра инерции, где они летят в противоположные стороны с импульсом К и минус К. У этого поляризация Е1 я обозначу физическую поляризацию, у этого Е2 как-то она направлена. Вот что у нас с вами есть? У нас с вами есть вектор Е1 физической поляризации, вектор Е2 и импульс К. У одного К, у другого минус К. В системе центра инерции находимся. Вот из этих трех векторов нам нужно с вами построить некий вектор, волновая функция с моментом единицы. Это вектор, правильно? То есть некий вектор, который бы удовлетворял какому условию? Два фотона, это два бозона. Значит, какие у нас условия есть? Да, он должен быть симметричен относительно какой перестановки? Е1 на Е2, да? А по импульсам что происходит? К на минус К, да. То есть наш вектор, который мы должны из этих трех величин построить, должен обладать вот такой симметрией, да? Он должен быть симметричен. Симметричен. Кроме того, волновая функция конечного состояния, она у нас должна быть билинейна по волновым функциям наших фотонов, правильно? То есть, грубо говоря, вот эти векторы должны туда входить как произведение, но не как сумму, правильно? Можно ли построить какой-нибудь вектор, который бы удовлетворял из этих трех, построить вектор, который бы удовлетворял вот этой симметрии? Есть у вас какие-нибудь идеи? Чтобы он был симметричен относительно этой замены и этой замены? Вы можете его из чего угодно строить. Можете только из двух Е1, Е2 строить, да? Скажем, пока, допустим, нет. Вот есть какие-нибудь идеи? Давайте минутку подумайте, я пока доски постираю. То есть возможностей-то на самом деле у нас немного. У нас есть, смотрите, как этот вектор мы устроим. У нас есть Е1, ИТ, есть Е2, ЖТ, поляризации, и КЛТ, да? Из вот этих объектов мы должны построить вектор. То есть некую величину, которая преобразуется как трехмерный вектор. То есть мы эти индексы можем сворачивать только с инвариантными тензорами. Какие у нас относительно группы вращения инвариантные тензоры? Громче. Символ кромекера, да? Дельта там. Е1, Е2. И какой еще инвариантный тензор бывает? Эпсилл еще бывает, да? А может, если Эпсилл не может, потому что, если мы переводим Эпсилл, Е1 и К, у нас он приходит Е2. Ну, если мы еще взращиваем Эпсилл, по Эпсилл, если Е1 и Е2, он приходит К, у нас он приходит Е2. Не понял, если Эпсилл, с Эпсилл 2? То есть делаем Эпсилл сворачиваем с Е1 и Е2. Не сворачивайте Е2, а сворачивайте с К. Ну, допустим, с Е1 и Е2, мы получаем Е2. Потому что у нас К, Е1 и Е2 образуются в полную систему. Угу, не с кем. Собирайте с Дельты, значит. Собирайте с К. То есть можно было бы построить вот такой вектор. Смотрите, такой вектор, я его обозначу v, значит, что это k векторно на e1 на e2. Это и есть комбинация вот этого выражения с дельтой. Один раз дельта здесь, один раз дельта здесь. Он действительно при замене e1 на e2 здесь минус, и здесь тоже минус. То есть он вот этой симметрией удовлетворяет. Правильно? Удовлетворяет. Построил? Или нет? Ну это ноль. То есть такой вектор существует, да. Более того, понятно, что он здесь единственный. Просто перебором вы в этом убеждаетесь. Он единственный, да. Но у вас из условия поперечности, ну, если бац минус цап теперь записываем. Из условия поперечности это нуль и это ноль. То есть это все равно нулю. Правильно? Это все равно нулю. То есть вы просто не можете, не можете построить, не можете построить вот такую волновую функцию со спином единицы, с полным моментом единицы. По своим трансформационным свойствам, чтобы вы не строили, оно у вас дает нулевой вектор. Поэтому этот переход будет запрещен. Грубо говоря, матричный элемент такого перехода равен нулю. Ну, к слову сказать, просто как такое отвлеченное замечание. Если брать не билинейную по Е1-Е2 комбинацию, то она существует, в принципе. Можете ее написать? Смотрите, К умножить на Е1 минус Е2. Но это некий маразм, потому что у вас волновая функция системы двух фотонов не может быть такой. У вас всегда Е1-Е2 должны входить билинейным образом, просто из сохранения вероятности. Но вот такой вектор, это вектор, он удовлетворяет симметрии Е1 на Е2. Но мы его выкидываем, потому что это не билинейная комбинация Е1-Е2. Правильно? То есть это не волновая функция системы двух фотонов. Хотя вектор такой существует с такой симметрией. И он не нулевой никакой. Правильно? Ладно. Вопросы есть? Эту теорему запомните, она вам пригодится. И я думаю, на практике даже, как такое правило отбора, с помощью которого вы быстро сможете сказать, разрешена та или иная реакция или запрещена. Скажем, если у вас есть какая-то покоящаяся векторная частица, то она в два фотона распасться не может. Просто потому что тогда бы у этих фотонов полный момент был равен единице. То есть в принципе теорема достаточно полезная. Вопросы есть здесь? Если нет, то давайте двигаться дальше. Дальше у нас с вами по плану мы должны рассмотреть эффект комптона. То есть мы на лекциях выписывали матричный элемент и выписывали сечение, но опять же без вывода. А сейчас мы давайте его выведем. У вас это где-нибудь было раньше? Возможно, вы с любой это считали. Вот вы что считали там? Вот вы прямо от начала и до конца получили это сечение, да? То есть и полное сечение получили? Проинтегрировали, получили полное сечение, да? Нет, выписывать ответы это и я на лекциях умею делать. Я про то, что у вас вычисление было или... Да, мы посчитали матричный элемент, развели его в квадрат, уже интегрировали, написали, но мы не досчитали. Окей, хорошо. Ну давайте тогда проделаем это все-таки вычисление. Ну, возможно, так побыстрее мы это сделаем, чем обычно, если оно у вас было. По крайней мере, получим с вами выражение для полных сечений. Потому что эти выражения, они нам... Несколько раз мы их писали, мы их применяли в нерелативизме, да? Когда писали сечение для нерелативистского E+, E-2 гамма, аннигиляции E+, E-2 гамма нерелативистское сечение. А в качестве домашнего задания вам посмотреть, что вы делали на четвертом курсе, да? То есть, докуда вы там продвинулись. И с этой точки мы и на следующем семинаре это и продолжим. Значит, у нас эффект Камптона, да? Эффект... Эффект Камптона. Эффект Камптона. Ну, давайте нарисуем наши диаграммы. То есть, мы с вами здесь должны поговорить о следующем в этом эффекте. Чтобы закрыть те моменты, которые у нас были на лекции. Должны вывести выражение для полного сечения. Должны получить его нерелативистский предел. И, соответственно, ширину распада пара по зитроне. Потому что она у нас тоже в каком-то смысле возникла с потолка на лекциях. И поговорить об угловых распределениях. Они разные в разных системах отчета. То есть, в ультралетивистском пределе, когда у вас большие энергии электронов и фотонов, у вас сечения каким образом себя ведут? В системе центра инерции что мы можем сказать? Еще раз условия. Вот у нас есть эффект Камптона. Эффект Камптоном. То есть, электрон сталкиваем с потоном. И смотрим рассеяние их. И спрашивается. Вот при высоких энергиях, если энергии у нас большие частицы, то в системе центра инерции сечение по углу рассеяния пиковано или не пиковано? Пиковано. Куда пиковано? Где пик? Назад или вперед? Косинус т это равно? Косинус т это равно? Ну, это какой угол? Назад или вперед? В системе центра инерции. То есть, у нас было две системы на лекциях. Была система центра инерции, СЦИ. А вторая система был покоящийся электрон. На него налетает высокоэнергетичный фотон. Дальше электрон полетел, фотон рассеялся. То есть, мы с вами там показали, показали, выписав ответ просто для матричного элемента, что в одной системе, в системе центра инерции, у нас есть пик при высоких энергиях. И этот пик, это пик при углах тета равно пи. То есть, это назад. Тета равно пи. То есть, оно пиковано назад. А в лабораторной системе, где начальный электрон покоился, на него налетела высокоэнергетическая электромагнитная волна, и произошло рассеяние, там тоже есть пик. Но этот пик, он при тета равно нулю. Тета равно нулю. Вот все вот эти моменты мы с вами должны еще раз аккуратно проследить. Ну, давайте это сделаем. Начнем с матричного элемента. Нам все равно матричный элемент в квадрате будет нужен. Поэтому его нужно посчитать. Раз это у вас было, то я рассчитываю, что вы здесь без подсказки. Сейчас будете писать. К, К штрих, К штрих, здесь К плюс П, здесь П, К штрих, П минус К штрих, П штрих, здесь К. Ну, давайте, к доске идите, кто хочет. Эльдара, могете? Или вы плохо себя чувствуете? Давайте, ворозда, тогда идите. Да, сейчас аккуратно пишу матричный элемент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Корректор А.Егорова минусы и в квадрате два раза вершину да так это что вы пишете против стрелки двигаемся уже не по фотону двигайтесь а по фирме он и стрелки во-первых спина рова остаетесь пусть чертой вот по штрих да вот вам тряпка не 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 давайте аккуратно двигаемся против стрелки первое что мы с вами встречаем это не пропагатор это внешняя линия или написали вершину минус и е на гамма мю свернутой с вектором поляризации давайте его давайте вот здесь его напишем е штрих мю конечном состоянии да вот в гамма мю написали потом электронный пропагатор с квадратом но со шляпами да да в электронном пропагаторе на что еще есть плюс и 0 есть но сейчас нет не очень важно еще что есть минус и чем минус и плюс и давайте вот тоже сюда вынесем наружу отсюда берем гамма ню а здесь я не удавательно пишу геню геню это вектор поляризации начального фотона отлично и от п до будет вот п погодите не пишите давайте сразу весь маточный элемент будем писать то есть это вклад это вклад первой диаграммы такой согласны теперь вклад второй диаграммы сюда прибавить это все то же самое там есть электронный пропагатор есть две вершины правильно есть два вектора поляризации этими поменяются местами импульсы другие будут то здесь сначала у нас идет гамма ню да и друг другие импульсы так сейчас я спустим должен вот лично так вот это в скобках и от п да правильно вот такое выражение получили давайте его прежде чем возводить квадрат немного немного упростим вот если вы вот это п как мы упрощаем используем сравнение дирако уже это было у нас да с вами в предыдущей предыдущей задачки давайте отдельно где напишите вот у вас стоит здесь комбинация п плюс м и гал и гамма ню п плюс м гамма ню и от п вот вот у вас комбинация стоит п плюс м на гамма ню и от п чему это равно отдельно напишите это п плюс м на гамма ню и сэм значит прокоммутировать правильный коммутировать их то есть что там будет что такое пишите от коммутатора у нас метрический камер ага и гамма мы перекидываем сюда и здесь так 2 2 м ой откуда двойка то взялась просто про антикоммутируйте и запомните как это выглядит чтобы каждый раз метрический тенсор не записывать п на гамма ню это чему равно про антикоммутируйте просто их вправо перетащите но антикоммутационные у вас соотношения да хорошо и это чему равно равно напишите равно это равно 2 будет п мю минус антикоммута антикоммута все и больше никогда не расписываете это же меню то есть антикоммутируйте это сразу да ну это уже много раз с вами делали то есть будет 2 п мю да такое слагаемое возникает и какое еще слагаемое минус гамма мю теперь выносим влево остается напишите по имену сыну нужно у да это мной из уравнения дирака да это будет 2 помим но вот по да отлично молодец вот такое такое преобразование с вами давайте сделаем перед возведением в квадрат нот знаете перепишите матричный элемент так чтобы аккуратно нам вместо хватило здесь вот вы перепишите все коэффициенты сразу тоже посчитаем что здесь останется и да с каким знаком и будет конечно минус и минус и е квадрат минус и е квадрат дальше векторы поляризации е ню е ню е ню е ню вот по штрих а здесь мы вот такое упрощение с вами проводим гамма мю здесь остается да вот эту комбинацию заменяем к осталось да у вас здесь ню вы через ню здесь будете тащить а 2 по ню вот он э э э э э э э э э ну тогда раз здесь осталось то здесь тоже надо ну напишите аккуратно выжить сейчас ну ладно хорошо так нормально до маню то же самое только по минус ка штрих до знаком минус она у нас идет по штрих а здесь бы не здесь помню будет да да все отлично такое выражение получилось так теперь мы хотим найти не поляризованное сечение на то что у нас было на лекциях то есть мы возводим матричный элемент по модулю квадрате и суммируем по поляризациям конечных электронные фотоны усредняем поляризациям начальных электронов и и фотона да у нас как выглядит выражение для суммы по поляризациям вот у нас есть начальный штрих да есть фейменовское правило суммирования не фейменской калибровки фейменовское правило которую у нас учитывают калибровочная инвариантность нашей амплитуды если то что стоит перед е ню калибровочный вариант потому можем этим правилом пользоваться да то есть обычно у нас амплитуды они всегда калибровочными варианты как и положено потому что теория калибровочный вариант на мин уже не да пишем квадрат матричного элемента аккуратно его пишем у нас е квадрат так и будет е е в 4 да а какие у вас в начале есть фотоны в конце есть фотон это же разные фотоны вот если бы вы кросс диаграмму рассматривали и плюс и минус 2 гамма 2 гамма там надо было бы делить это делить надо не в квадрате матричного элемента а в дифференция в полном сечении до фактор тождественности он в полном сечении стоит они в дифференциальном сечении 4 пи альфа в квадрате а это записываем как как 20 как как след до вы их лучше одинаково обозначить и чтобы вы понимали их происхождение не у них 3 х минус 3 или сразу суммирование по ним проведите минус 3 ну а теперь аккуратно пишем что у нас здесь возникнет вот это вот на такое же возникнет след во первых правильно будет общество общий трейс по поводу того какое но такое же будет значит мы должны взять это выражение можете на комплексно сопряженные при взятии комплекса сопряженного выражения что происходит с гамма матрицами мы их должны в обратном порядке все взять во всех местах мы должны взять в обратном порядке да то есть это не забываем но отпишем то сразу его пишите у нас не поляризованный случай одну вторую наружу носить сюда под следом не было до одну четвертую одна вторая от электронов одна вторая от фото до п-штрих плюс м да плюс м отлично дальше пошла вот эта скобка пока что она как как есть так и есть только вы их напишите по три штуки вот здесь вот гамма мю и здесь тоже гамма мю гамма мю а здесь тоже 2 гамма мю на п-ню ой много у вас их здесь п-штрих здесь стоит просто 2 п-ню делись на что такое к это какой вариант как он называется это с то есть с минус м квадрате с минус м квадрате отлично плюс постарайтесь влезть значит это знак не забываем у нас это минус м квадрате отлично это какой вариант у нас по минус квадрате это минус это у обычно да да умножить здесь пишите что место было от этого у нас матрица плотности п плюс м отлично не не надо 16 почему еще раз вы по по конечным вы суммируете по начальным усредняете то есть по 1 2 на каждую начальную частицу у вас у вас 2 поляризации могут быть у фотона и 2 у электрона и пишем вот это выражение комплексно сопряженная надо гамма-матрицы поменять и они у нас уже штрих вещь штрихованы а будут индексы гамма-матрицы поменять и штрих окей здесь тоже с минусом квадрате будет по ню штрих а погодите погодите по почему нет я не понимаю здесь почему-то ну а мы не заменили на ню штрих они знали не 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 мы ним неправильно нет мы не мю заменили на ню штрих нет нет мы матрицы в обратном порядке пишем вас гамма-матрицы теперь записаны в обратном порядке должны быть да то есть у нас здесь вот это ню штрих это ню штрих да а весь у вас только одна же гамма-матрица было да но может сначала с нами кого поменяли местами то есть мы когда взяли сопряжение мы поменяли местами кого матрицы вот их поменяли местами до а потом взяли штрихованы правильно есть было милю мы поменяли стала не убил а потом учишь правильное это это слагаемое правильно второе про второе слагаемое горе во втором слагаемом вы же индексами и нюта не меняли вы просто дома матрицу она вас одна ее что в прям что прямой для не что обратный порядок будет гамма позднюю штрих позднюю штрих да да правильно или наврали и след закрылся до след закрылся до след закрылся круглая скобка закрылась и след закрылся вот такое выражение получилось да то есть не забываем при взятии ком сопряженной амплитуды не забываем порядок гамма-матриц убрать противоположную ату просто неправильное выражение получите но теперь давайте они перепишут а мы с вами просто суммирование паж и сразу проведем да это отвечает тому что мы везде просто штрихованный индекс выбираем до полный индекс выбираем выбираем здесь убрали на о отлично теперь давайте внимательно посмотрим на этот след 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 и поймем из каких частей он состоит вот у вас здесь есть два слагаемых и здесь есть два слагаемых всего четыре слагаемых правильно вот давайте первое слагаемое вот это на это это на это я обозначу функции же то есть я скажу что м и по модулю в квадрате это есть это все оставлю 4 пи альфа в квадрате на 4 оставлю не 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 у вас же здесь много почему вас здесь и много гамма матриц есть и здесь есть и такая гамма матрица и такая здесь много разных вкладов будет несколько вкладов будет а вот я сейчас пишу вклад который возникает от этого первого члена и от этого первого члена я его обозначу функции же же от с ну и у пусть будет с у он будет от след будет от двух инвариантов зависит от с и от у правильно т инвариант он уже зависим от них потому что с плюс т плюс у равно чему 2 м в квадрате правильно а второй вклад когда я из первой скобки возьму первое слагаемое а из второй скобки второе слагаемое я пазначу f этот след tf.c с у да тогда если я теперь возьму из первой скобки 2 слагаемое и возьму след с первым слагаемым из 2 скобки я какое выражение получу, что-то такое будет, ну, G, G. Еще раз, G это первый-первый, F это первый-второй, да, теперь я беру второе из, кто согласен с этим утверждением, двоится, вот еще раз внимательно посмотрите, мы на этом сегодня закончим, сейчас с этим разберемся и закончим, берем второе слагаемое из первой скобки и первое из вот этой скобки, да, понятно, что мы его должны сравнивать с F, да, с F, только как оно от F отличается? у F было, а не все, одно удвоится, а другое сократится, потому что мы в одном меняли индекс, вот F сократится, а G удвоится, потому что тут мы не меняли индексы нет, не совсем так, у нас в чем отличие, вот раньше, смотрите, здесь было K, здесь было, мы брали это и это, K и K', да, теперь у нас на место K у нас K', а здесь K, да, то есть у нас K поменялось на минус, K поменялось на минус K', да, K' поменялось на минус K', это, это замена S на U, правильно? то есть при свертке второго из первой скобки и первого из второй скобки мы получим ту же самую F, только вместо S будет U, а вместо U будет S, ну-ка вот еще раз внимательно посмотрите и поймите этот момент вот глядите, мы с вами сравниваем два вот этих вклада, первый вклад берется, когда я отсюда взял это слагаемое, а отсюда взял вот это слагаемое, да, по этим индексам я сворачиваю по первому, да, вот, теперь я беру отсюда это слагаемое, отсюда это слагаемое, да, по вот этим индексам я сворачиваю, то есть структура свертки Та же самая Но импульс другой Раньше был k, а здесь минус k' А здесь k' Это минус k Получится то же самое, что и раньше Но с заменой k и минус k' Это и отвечает изменению Инвариантов SU А второе и второе Слагаемое что вам дадут? Если вы отсюда возьмете это Отсюда возьмете вот это Получается То же самое будет А нет, то есть получается Мы же должны заменить SU Тоже мы должны В же заменить SU Потому что раньше было k А теперь у меня везде минус k' Замена k на минус k' Это замена s на u Все этот момент Проследили То есть нам на самом деле Надо не 4 разных следа считать А всего 2 Но вот на следующем семинаре Мы с вами это и сделаем И посчитаем полное сечение И рассмотрим угловые распределения Чтобы мы на следующем семинаре С комптоном как бы закончили И формулы, которые были на лекциях Не повисли в воздухе у нас Спасибо, Варазбат Ладно, на сегодня все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому